Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И да, мы опять возвращаемся к видеоролику «Готовим тушенку в автоклаве», там, где Сафарик засветил своего сына на девятнадцатой минуте. И решила я пройтись по комментариям. Рубрика у нас по комментариям. И, ребят, чё я читаю? Вы только послушайте. И пишет дочке матери. Ник, да? Боже, люди, что вы за бредятину пишете? Вам что, своих забот и хлопот в семьях мало? Чего вы так печётесь об Ольге? Она что, умственно отсталая? Или у вас у всех совет опросила, как и с кем ей жить? И почему вы решили, что люди из Азии сплошные проходимцы? Вы там лично все были? Сафар привёз сына. Он его отец. И что в этом такого необычного? Что у русских детей не делят между собой? Не разводятся? Замуж не выходят после развода и не женятся? Ну, что вы, как все неандертальцы, то Оля взрослая самодостаточная женщина. И если она решила, что ей нужен Сафар, его сын, то вам всем что так неспокойно? Может, и отпишет всё им. Вам-то всем что? Вы что ли ей квартиры покупали? Добро ей наживали? Что она должна теперь у вас у всех заботливых совета и разрешения спросить? Займитесь своими семьями и проблемами. Всем добра. Да, всем добра. Интересный момент. Она говорит, что люди все из Азии сплошные проходимцы? Нет, не все. Что люди не делят семьи детей? Почему? В России всякое бывает. А вот про Азию и про делёжку детей и про жён, видимо, ни к дочке матери тётенька не знает. И про квартиры, похоже, тоже не знает. О том, что Оля сама не нажила себе ничего, ни дачу, ни квартиру, всё ей досталось в наследство. Квартира от дедушки, часть от мамы и дача от мамы. Нам-то, ребят, действительно по барабану. Мы смотрим, комментируем, чем же закончится, в конце концов, этот сериал. Да, азиатско-российский, уральский. Прошу прощения. Но, думаю, почему же такой комментарий тут мне выскочил, да? Но, оказывается, очень много комментариев уже пишут. Пишут, чтобы Олюшка одумалась и была осторожной. Вон Ирина Осипова пишет. «Я женщина 60+, всё время хочется видеть в людях порядочность, добрые помыслы. Оля действительно попалась в сети к молодому и симпатичному таджику. Соглашусь с большинством, что это с выгодой для себя. После того, как он сына привёз. Зачем? Оля, подумай, подумай сто раз. Береги себя, следи за здоровьем». Вы знаете, хочу сказать, что комментариев таких много. И пишут вон «Сафар хитёр и сам себе на уме. Оленька, будь внимательной». «Ребёнок будет прописан по месту прописки отца. Хрен их потом выпишешь. Оле квартиры не видать. Они хитрят». Под такими комментариями лайков вот очень много. Здесь, допустим, сто три. Там, где выше, тоже сто тридцать четыре. И вот таких комментариев, ребят, стало появляться больше. И неужели хомячки заглядывали ко мне на канал и просматривали мои видеоролики, что решили сменить своё мнение? Вон дальше пишут. «Толя, берегись, как бы ни осталось без квартиры». Либо видеоролик, который я в сообществе закрепила, тоже повлиял. Там рассказывает юрист, что может быть, если прописать у себя в квартире несовершеннолетнего ребёнка. Ну и такие комментарии пишут. «Олюшка, поздравляю вас! Это ещё один шаг в жизни где-нибудь на теплотрассе или свалке». Ну, это понятно, что это и юмор, и, кстати, под ним тоже сто лайков. Много ребят, много пишут таких комментариев. И, знаете, я не удивлена, что появляются такие комментарии, и их больше и больше. Я удивлена, почему Сафар не удаляет эти комментарии. Либо они уже с Олюшкой там опять спорят, либо он настолько уверен, что Уралочка ему верит, что он её любит, и он доказал это возвращением своим. Хотя, не знаю, неужели, ребята, правда, Уралочка настолько глупа, что сейчас она пропишет этого ребёнка в свою квартиру. Я не знаю, ребят. Я, честно, я в замешательстве таком. Неужели она настолько глупая? Мне вот правда, ребята, абсолютно всё равно. Мне интересно, чем этот сериал-то закончится, да, Урал-Таджик фильм. А вот то, что она вот творит, да, ну, она во вред себе творит, она же не во вред мне творит, да. Но я просто не представляю, насколько надо быть глупой, чтобы вот ввязаться в такую ерунду. И да, многие пишут, ой, у ребёнка там стресс, да, и вот слышала, что и Лена Премудрая говорила, что вот как ребёнок, это же, ну, стресс, он уехал от мамы. И дальше тоже и Ира говорила Ветрова то же самое. Вы знаете, у меня немного другое мнение относительно ребёнка, потому что он уже не совсем ребёнок. Сколько ему? Одиннадцать? Двенадцать? Я думаю, что уже в этом возрасте в Таджикистане дети довольно взрослые, скажем так. Они уже помогают взрослым, они работают, что-то делают. Ну, работают не на предприятиях, конечно. Помогают по хозяйству. И я думаю, что этот ребёнок в курсе, в курсе всех дел. Я не думаю, что Сафарик его прям силой оторвал от своей жены. Всё там по договорённости. Поэтому для него, может, больше шок, что он увидел эту тётю, да, в реале. Может быть, там где-то он и видел эту тётю, так, на камеру, да, по WhatsApp или по Viber, может быть. Но в реале, может быть, он больше и шокирован, да. И тем более, может быть, он шокирован тем, что там эта тётя руки распускает к папе, да, его там поцеловать, там обнять. И Сафарик поэтому так дёргался от Уралочки, когда вот это вот была встреча, воссоединение, воссоединение семьи. Поэтому я не думаю, ребят, что он там испытал стресс какой-то от разлуки с мамой, там, или ещё что-то. Их же растят мужчинами, а не маменькиными сыночками. Девочка одно, а мальчик – это другое. И у меня вот поэтому сложилось другое мнение, что, ну, какой там стресс. Единственное, да, это проблема для ребёнка, что нет спального места, хотя, возможно, спит с Сафаром. Учить нужно русский язык и, в конце концов, ходить в школу, в какой он класс. И правда пойдёт тут непонятно, да. И, в общем, куча всяких проблем. Ну, Уралочка взяла себе приключения на одно место, и эти приключения её до хорошего не доведут. Благо, писать стали больше, да. Но только нужно ли действительно это всё Уралочке, что там пишут? Или она уже всё зациклена на Сафари до такой степени, что самовольно готова отдать ему дачу, квартиру, купить машину, ради того только, чтобы он был рядом, и, возможно, даже согласна, чтобы рядом ещё жена жила. Лишь бы только он её не бросил. В общем, не понять мне ни эту женщину Уралочку, ни её этих поклонников, которые писали столько комментариев. Как они рады, как они рады, что семья воссоединилась, Сафар вернулся и привёз дитя. Ну, ничего, скоро будут аплодировать, когда Сафар привезёт ещё двое детей и сестру, в кавычках, жену. Ну, посмотрим тогда, как они будут аплодировать. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой. Любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока.